Человек — это тот, кто познал себя. Это ключевая фраза святых отцов православия, которая может для нас и будет служить путеводной звездой в том путешествии в глубины души, в глубины человеческого духа, которую мы начинаем этим циклом. И сегодня мы намерены поговорить о соотношении души человеческой и попыток человеческого разума осмыслить, что такое душа. В частности, мы поговорим о психотерапии, о некоторых проявлениях очень распространенного в наши дни явления, такого как знахарство, колдовство, экстрасенсорные проявления и так далее. Душа действительно обладает феноменальным внутренним потенциалом, и по сравнению с телом это практически сегодня единственный ресурс, на который мы можем рассчитывать в той беспощадной и все время обостряющейся схватке с теми вызовами, которые окружают современного человека. Душа содержит в себе гораздо больше ресурсов и запасов по одной простой причине — она молода. Человек рождается с молодой душой, но и уходит из этого мира, он с такой же молодой душой. Для вечной души срок пребывания в этом мире — это одно мгновение, вспышка. Соответственно, спортсмен, прыгающий в высоту в результате многих лет тренировок, увеличит свои показатели, скажем, со 150 сантиметров, доступных и среднему развитому физическому отношению человеку, до двух метров, то есть где-то на 20-30 процентов. Душа может на порядок увеличить коэффициент полезного действия, потенциал человеческого организма. Здоровая душа, она позволяет человеку исцелиться от многих, прежде всего, тяжелейших хронических заболеваний. Это косвенно. И в то же время есть и прямые выигрыши. Душа, она раскрывает потенциал человеческой личности, она раскрывает человеке способности, о которых он, может быть, даже не подозревал. Но для этого, конечно, такой человек должен заниматься аскетикой, причем должен научиться правильно ухаживать за своей душой, защищать ее, развивать ее, соблюдать гигиену души, соблюдать то, что можно было бы назвать духовной культурой, в противовес физической культуре. И в этом смысле, мне кажется, что современный человек, он очень напоминает нищего, который сидит на паперте, на сундуке с золотом, и просит милостыню. Ему подходит другой человек и говорит, посмотри, что у тебя в сундуке. Да, знаешь, некогда. Времени нет, желания нет и так далее и тому подобное. И по-прежнему тянет руку в ожидании и подаянии. Почему так важно нам, сегодняшним людям, это понимать? Во-первых, потому что мы реально можем достичь этих сокровищ, мы реально можем увеличить потенциал нашей души. Для этого есть соответствующие упражнения. Ибо аскетика – это в переводе с греческого упражнения. И так же, как мы упражняем тело, чтобы добиться его совершенства, чтобы добиться высоких каких-то показателей в спорте, в труде и так далее, точно так же мы должны правильно, я хочу подчеркнуть это слово, правильно, ухаживать за своей душой. И здесь буквально сразу на ум приходят и те колоссальные риски и опасности, которые окружают нас именно в этой части, в части ухода за душой, соблюдения ее гигиены и защита ее от всяких духовных радиаций. Возьмем историю с психотерапией. Я сам проходил это все на своей практике, у меня был тяжелый период жизни, прибегал к помощи психотерапевтов. И не отрицая значения транквилизаторов и прочих лекарств, которые нам позволяют выйти из глубокой депрессии, я в то же время понимаю, что психотерапевт – это такой же человек, как и я. А святые отцы говорили, что доподлинно душу человека знает только Господь Бог, то есть только ее Творец. Другой человек не знает нашей души, не зря в народе говорят «чужая душа потемка», и каждый из нас не знает даже собственность своей души, и это легко доказать. Вообразите себе какую-нибудь экстремальную ситуацию и себя внутри этой ситуации. Во время какой-либо катастрофы, стихийного бедства и так далее. Как вы себя поведете? Как вы себя поведете, если встретитесь в подворотне с прямым насилием? Предсказать это или понять это, или представить даже это себе невозможно. Это будет решаться на месте. В этом смысле мы не знаем собственной души. Как же мы открываем свою душу и позволяем ней довольно бесцеремонно действовать другому человеку, который тоже ее не знает, как не знает и своей? Этот психотерапевт начинает действовать на ощупь, он начинает вести себя, мягко говоря, без обиды для этих врачей, как слон в посудной лавке. В этом смысле опять-таки психотерапевт, с моей точки зрения, это, конечно, уважаемый врач, который может принести душе некоторое облегчение, особенно в периоды самых экстремальных страданий, но по-настоящему исцелить душу он не может. И законы рынка будут всегда диктовать ему необходимость закрепить клиента с тем, чтобы клиент снова и снова приходил к нему, снова и снова обращался к его услугам. Наконец, существует целый класс других так называемых целителей душ, знахари, колдуны, целители, экстрасенсы и так далее, которые представляют эти услуги на платной основе и которые, конечно, будут у нас процветать, и их будет все больше и больше. Здесь очень простой момент. Мы открываем душу, свою добровольно открываем незримому миру. Незримый мир населен, об этом мы еще будем много говорить. И твари, творения Божьи, которые населяют этот незримый мир, ангелы и демоны, то есть не только те, кто опекает и оберегает нашу душу, но и те, кто ее ищут погубить, так сказано в Евангелии. И ходят дьяволы воинство его, а к лев, рыкающие, ища кого поглотить. Так что открывая душу перед сомнительными личностями, не имеющими на себе и в себе покрова благодати Божьей, не проводящим волю Божью в мир, не знающим правды Божьей, эти люди, конечно, являются в значительной мере проводниками темных и враждебных человеку сил, и мы добровольно открываемся их. Это примерно так же, как если бы у меня заболел в бок, и я пошел бы к местному дворнику или к какому-нибудь рабочему, чернорабочему, и сказал, знаешь, вот возьми ножик, поковыряйся у меня в боку, что-то мне кажется аппендицит у меня барахли, в голову никому не придет. Идем в чистенькую поликлинику, ищем квалифицированного врача, и Боже упаси, если у сестрички какой-нибудь фартук грязный. Вот о чем идет речь. К сожалению, такой духовной гигиены, такой духовной культуры современный мир не знает, он ее в значительной мере потерял, и мы ее будем совместно с вами постепенно осваивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова